Кто и что вас сегодня восхищает на театральной сцене и что вам кажется любопытным? Для меня сдаётся основной проблемой Белорусского театра, его родовая травма. Это невеликая колькость ярких самобытных режиссёров. И это не та проблема, яка озявилась недавно, а она заэкстегнулась весь час. И таких великих имён, возьмём там российский и литовский театр, мы лёгко назовём, там любимого Фоменко и там не крошился, крошуновался. У Белорусским театру вельми долгий час, калі театр, а та я сам давалася, з актёрами, травматологами, з режиссёрами в другую третью чергу. И для меня зараз вельми цікаво, вельми радует заявление вельми разностайной такой хвали новой режиссуры. Я так пильно садчу з усіми молодыми студентами, которые только не видят первые, которые проводят кроши. Не вельми подобается, что это такая середняя режиссёра середнего взросла, которые из большого вышли из театра «Лялек» Ямайна Уази, и Корняка, и Юру Тивакова, и Игора Казакова, и Александра Янушкевича. Не вельми подобается, что режиссёры, яких можно назвать чисто драматичными режиссёрами, в штатах Саша Матченко и Димы Богославского, и они пачали активно ставить. И в уголе, когда десять год назад мы могли назвать там литерально два-тры имени режиссёрских, которые больше-менш поспехово работали, то зараз их великая колькость. И это делать для меня, например, видимо цикавым по ходу театру, свежая недавняя для меня литеральная неколикизян, тому я подойдёл премьеру Богославского, и у меня там есть пытания, есть пречки, але мне вельми подобается, что это в уголе нечто такое самобытное, незвычайное, и что люди выходят за рамки вось гэта великой сцены, великого масштабного проекта, что они начинают мыслить категориями материала и то, какую форму материал вымагает. А дальше, простите, драматургия, она зараз отыходится от великой эпичной формы. И, увы, не куда-то зародился зараз вельми разностайном, мне это вельми подобается. А какие есть особенности у белорусского театрального пространства? Есть что-то очень характерное для Беларуси, что может быть не характерно для России, или Литвы, или Польши? Мне тяжко сказать вот с неким таким коротким сказом. Мне здаётся, что это всё-таки повинно быть такое некое грунтовное доследование. На жаль, я могу сказать, что пока театральный процесс, как структура театральной деятельности, мы видим, что мы намного отстаем от соседей, потому что, в принципе, есть важный административно-коммерческий складник театральной деятельности. Театр – это очень дорогая справа. Она требует инфраструктуры, площадок, репетиционных залов. И в результате у нас мало появляется новых альтернативных коммерческих театров. Но, в принципе, у нас вельно стабильная, что называется, вот эта колькасть театров. У нас было каля 30 державных театров и каля, может, десятка двух незалежных театральных групп. И нема вось отшивания, что отбудется вось некий выбух. И про эту неразностайность, я ось неким чином перечу сам себе, особенно в переднем высказывании. Здесь есть большая неполенность у тех выников, которые мы достигаем. Есть переемность. Это значит, что умовно вось там не веду. Шановат, что означает сейчас МХТ Чехова, Юн Вучень, Фоменки. И вось у них там протягивается гитесовская умовная традиция, театры переживания и другие. А у нас, я не могу сказать, кто у нас там лучше Нароевского, что он покинул своего переемника. Я не могу сказать, что вось там Сергей Ковальчик, он протягивает традицию оценки русским театром. Наверное, когда мы возьмем умовного, в общем, Женю Карняка, зараз той спектакль, який он делает, они у неким чином развиваются то, что он делал, например, в конце нулевых початков 10-х годов. Но у нас не появилось это неколько таких пластичных театров. И в вынику, такое может отбыться, что есть некая зъява, и раптом она по неких объективных причинах сканчивается, и она может возникнуть в огуре. Когда говорить про документальные спектакли, например, у вас будет про это вопрос, ну, были документальные спектакли в 70-х годах, был документальный спектакль по водле Алексеевича на початку 90-х, а ли зараз про это никто не памятает, и это не засталось, не усталевалось, как традиция. И вот этот феномен того, что нам приходится, там, каждые 5-10 годов все начинать на новое, мне, кажется, это некая белорусская особенность. А с другой стороны я сейчас подумал, почему это кепско. В некоторых ступенях эта традиция на нас не тиснет. И у вынеку, как раз у стой молодые люди, якие приходят, как бы, у першыня на абсолютно просто месте, они настолько свободны у своим самым явлением, что это, мне, особенно, выкликает захопление. Что определило, на ваш взгляд, развитие белорусской новой драмы и появление документального театра и новых авторов? Есть вельми важный фактор в сучасном развитии драматургии на постсоветской просторе. Это то, каким чином драматурги выкористовывали интернет. Да, заявление интернета, в принципе, там неким чином разослать свою пьесу по театрах было вельми складано, для заявления интернета и заявления драматургических конкурсов, в первую очередь у конкурса «Евразия», фестиваля молодой драматургии «Любимовка», фестиваля пьес «Свободный театр». оно позволило молодым авторам, молодым творческим знаходкам вельми легко знаходить свою аудиторию, вельми легко знаходить режиссеров, контактировать между собой, сострокаться. Вот эта высокая горизонтальная коммуникация она вельми-вельми сприяет тому, что вот та самая переемность, которую мы с тяжкостью можем найти в театре, в драматургии, как раз и она есть. Я ось вельми добро бачу, умовно кажучи, традицию Павла Прошколы белорусской драматургии, у нас есть, например, тексты Максима Дасько, тексты из всех молодых драматургов, которые позасюжетны, которые, восьминавито, выкрыстовывают некие элементы драмы абсурда, которые отмазываются от традиционной сценичности, не пишут для великой сцены, не пишут, не ведут некие эпичные драмы. Это предмет того, что усталевалась некая своя властная традиция. Мне кажется, на жаль, до своего театрального особления ты не имеешь. то, что это сделает друг другу, оно доходит невероятным шляхом. Пьесы «Стешек» и «Прошколы» они появились, они зарабились очень актуальными, там, 15 лет тому, это неумовно, но на сцене «Купаусского театра» они появились только теперь. И восьмином, это очень позднее, это такая программа так само «Пилорского театрального процесса». Что вас в документальном театре интересует, как критика? Как вы для себя определяете, что вот это искусство? Я могу сказать, что я бы не переоценил, в принципе, документальные пьесы и документальный театр як некий жанр, хотя это было вельми тяжко переоценить, я год, наприклад, на начале 2000-х, потому что сама эта эстетика, сам выклик того, как мы больше правдиво, с большей увагой ставилися до життя, это передача на сцене некого правдивого факта, это претензия на некую истину, на некий анализ социальной речи истности, она на начале 2000-х была вельми важной. Но теперь я понимаю, что это такой классный инструмент, условно говоря, это интервьюирование к штату вербательную, но это не один инструмент для того, чтобы театр активно коммуниковал, умовно говоря, с жизнью. И мне особисто зараз цикава, минавито, коли вот сам метод документального театра, метод документального театра, методы документальной драматургии, они выкористовываются, как такий элемент для створения цикавого, парадоксального, мастацкого образа. Потому что мне подобается, когда структура спектакля, особенно мне подобается, когда структура спектакля она не монолитная, и в ее справедливость укроплены некие элементы справедного життя. Такое отбывается не так часто, как хотелось бы, але зрешто мне здаётся, что все более и более приходит мне это до такого разумения, что, например, там чистый, канонично изробленный вербатин, это цикаво, але навошто робить эту сумму, например. Скажите, а на ваш взгляд классический театр, «Три сестры» и «Чайка», они уже имеют меньше эффект на зрителя и меньше могут сказать современному зрителю, чем что-то, о чём говорит документальный театр? Я недавно цикавую речь вычитал, я не веду, насколько это корректно и зрозумело, тому что мне кажется, что про это повинно быть некое такое, больше рунтовное доследование, але у некой ступени занепад антычной драмы у тымліку наступил простой празадумову людей, театром займалися в четвертом стагодзе, в третьем стагодзе до нашей эры. Они раптом загубили цикавость сучасных авторов, а протяговали ставить найбольша пастаховые пьесы там из Хила Сафокла Юры Пида и мне это празгатайно зашли, потому что их там ставили, не веду, десятки, сотни разов и одной этой пьесы. и тут так, у меня есть скепсис на конд того, как классика на конд здольности уплываць на рычаистость, адлюстровывать некие важные актуалии, но я далек от того, как на вопрос парауновывать классичные пьесы и сучасные документальные пьесы. у них трошки разная функция. Классичная пьеса несет вот эту захованную традицию, и до этой традиции ее требует осведомлять фундамент, на кем ты стоишь, когда ты взимаешься театром, требует шукать, каким чином можно оживить родки Шекспира и Чехова, как люди смеялись и плакали. Но я не лечу, как я сказал про вербательность, чистая вербательность, это не очень интересно. Поставленная пьеса Шекспира и Чехова от первого родка до опошнилась, так, как это было важное цикало. Это нужно знать, это нужно использовать, но самое главное это справедливость один из важных режиссеров 20-го статус сказал, что концепция спектакля лежит в глядельной зале. что в зале хочет выглядеть? Мне считается, что они хотят выглядеть разные. Мне считается, западную классику так есть. есть. И задача театра сегодня это обеспечить разнообразность культуры в рамках репертуара. в рамках своего рода. Расскажите о новых пьесах, авторах, которые вам очень понравились как этику. Мне вельми одна из самых важных моих ипостасев это у журы фестиваля белорусской драматургии Райтбокс. Мне вельми подаваются из опошнего набора из опошних переможцев финалистов как в одного переможца нема. Пьесы Влада Хмель все нормально. Мне подобаются пьесы Алексея Макейчика Путаница. Мне подобаются пьесы опошни снеданок Катерины Жакатовской. Я видел в этих текстах некий важный высокий градус самовыявления. некое поведение я есть у меня проблемы у меня есть свое бачение света. Я видел в этих пьесах попробую открыть некую рычаисность вокруг себя. Но все нормально мать очка и она попробует высадить стосунки. и мне подобается что не вельми радикально свараться там помеж с собой но там идет диалог. И там отчувается потребуется моего автора побудовать некие несупережливые стосунки помеж своими героинями. Выбудовать некую традицию расплумачить хотя бы для себя на узровне. Так мать спрачается с дочкой потому что в свой час с ее спрачалась и тут выбудовывается некая кола из которого даже не может выйти но при нам все когда ты усведомляешь что ты находишься у неких замкнутых стасунках ты як бы как это больше усведомленное я как зараз кажуть осознанное и основание мне она сдается вельми важным сдается в успехе самокийшика она мне особисто близкая потому что зараз у нас ведома одна из основных и важных тем это точно называется фемповестка вовсе и место и роли женщин сучасным ароматом сучасным сучасным культурой это это самая тема там например Таня Артемович выпустила сборник антологии белорусской драматурги сучасным авторки шиншины и мне это важный этапный момент потому что за 70 лет основания белорусского театра до 2000 мы нетоксичной маскулинности не так это можно сформулировать что окей ты не хочешь доминовать окей ты не хочешь транслировать некие патрахальные штуки для что тебе можно как это реализуется как выводить стасунки и мне кажется это интересно у Кати Черкотовской у нее очень интересный белорусский текст потому что у нас есть великая проблема что драматурги доброго рода белорусской мовы это кшталту Сергея Ковалева и Алексея Дударова иные мягко кажучи далеки от некого сучасного молодого життя и от их таких феноменов мовления тяжко а у Кати она как бы сучасный человек и та белорусская мова и молодые люди выбирают белорусскую мову и они так разговаривают с таким сленгом с таким мовлением и мне особо такого не не хватало и сама тема домашнего гвалта и алкоголизма она мовлением мовлением и мовлением 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 и